Я убежден, что сторонам необходимо разговаривать, потому что ситуация, в которой оказалась Украина, она, конечно, очень сложная, но ситуация, в которую себя загнал президент Путин, сложна не менее. Михаил Ходорковский, предприниматель, бывший глава и совладелец нефтяной компании «Юкос», а ныне общественно-политический деятель, блогер и публицист. О том, что пережил некогда богатейший человек России и как стал личным врагом Путина, мы расскажем в этом видео. Микс-шоу представляет Михаил Ходорковский, как живет опальный олигарх и личный враг Путина Михаил Борисович Ходорковский родился 26 июня 1963 года в Москве, имеет еврейские корни по отцу и русские по матери. Его родители Борис и Марина Ходорковские познакомились и всю жизнь проработали на заводе «Калибр», специализирующимся на производстве точных измерительных приборов. До 1971 года семья жила в коммунальной квартире, затем появилось отдельное жилье. Вскоре отец получил должность главного конструктора, а мать продолжила работать инженером-технологом. Родители Миши мечтали о втором ребенке, но он остался единственным сыном, который рос вполне самостоятельным. В детском саду мальчика называли директором, поскольку его лидерские задатки проявились еще в дошкольном возрасте. Да и сам он с юных лет мечтал стать руководителем предприятия. Учеба в школе нашему герою давалась легко, и в старших классах он получил прозвище «теоретик». Подростка увлекали химические эксперименты, математика и спорт. Сначала плавание, а затем самбо, карате и бокс. По словам самого Ходорковского, единоборствами он занялся не для спортивного результата, а для драки, так как район под названием Мазутка, где жила его семья, в те времена имел достаточно дурную репутацию. Уже с 14 лет Михаил озаботился вопросом заработка, хотя особой нужды в этом не было. Сначала юноша подрабатывал на каникулах в Булочной, а позже папа устроил его дворником. Поступив в 81-м году на инженерный факультет Московского химико-технологического института имени Менделеева, он подрабатывал в стройотрядах и на заводах. Ходорковский считался одним из лучших и перспективных студентов и планировал стать кандидатом наук. Еще во время учебы он женился на однокурснице Елене, и в 85-м году у них родился сын Павел. Но спустя несколько лет семейной жизни пара по обоюдному желанию решила расстаться. После развода Михаил жил на съемных квартирах, при этом он помогал бывшей жене и сыну. Именно благодаря отцу Павел получил образование в Америке, где остался жить после учебы. Родители Михаила были противниками коммунизма, но сыну свои взгляды не высказывали. Так он вырос довольным конформистом и стал заместителем председателя комсомола в своем университете. Там он познакомился с 18-летней студенткой Инны, своей будущей супругой. В 86-м Михаил с отличием окончил институт, получив диплом инженера-технолога, а в аспирантуру его не взяли. По официальной версии из-за неспособности к работе в экспериментальной химии. По неофициальной – из-за еврейского происхождения. Тогда парень начал строить карьеру по партийной линии. Вскоре Михаил вместе с товарищами организовал Фрунзенский районный научно-технический центр творчества молодежи, сокращенно НТТМ. По сути, данные организации стали одной из первых в СССР форм предпринимательства, специалисты которых могли выполнять госзаказы. Центр начал функционировать настолько успешно, что вскоре стал самым крупным подобным предприятием в Советском Союзе. А когда в феврале 87-го тогдашняя власть разрешила создание кооперативов, предприниматели начали осваивать новые сферы. Прежде всего торговлю компьютерами, программным обеспечением и их обслуживанием. По слухам, НТТМ пытался зарабатывать на различных сферах, вплоть до импорта поддельного коньяка и варки джинсов. Именно тогда Ходорковский заработал первые большие деньги – 160 тысяч советских рублей, которые получил за спецразработку от Института высоких температур Академии наук СССР. Параллельно Михаил обучался в Институте народного хозяйства имени Плеханова, который окончил в 88-м году, получив специальность финансист. Как отмечал сам Ходорковский, оборот его кампании за 88-й год составил 80 миллионов рублей, что было очень много. Для сравнения, компьютер стоил 40 тысяч, а автомобиль – 10-20. Объемы доходов стали настолько велики, что в 89-м он с партнерами смог создать на базе НТТМ коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса, который в 90-м году был переименован в Минотеп. Помимо Ходорковского, ставшего председателем правления, в состав руководства вошли его компаньоны. Леонид Невзлин, Платон Лебедев, Сергей Монахов, Владимир Дубов и Владислав Сурков, который впоследствии станет серым кардиналом Кремля. В том же году Минотеп одним из первых среди коммерческих банков России получил лицензию Госбанка СССР, что позволило ему распоряжаться бюджетными средствами, в частности чернобыльскими. На обслуживание счетов Министерства финансов, Государственной налоговой службы и Росвооружения в начале 90-х делались большие деньги. Банк обзавелся огромным зданием в центре Москвы с внушительной вывеской у входа и занялся проведением валютных операций, а также продавал свои акции физлицам, используя для этих целей рекламу на телевидении. Реализация акций принесла банку порядка 2-3 миллионов рублей. Правда, как писала газета «Коммерсант», дивиденды по ним выплачивались долго и мучительно, да и размер был далек от рекордов. В 90-м-91-м годах Ходорковский и Невзлин стали советниками премьер-министра РСФСР Ивана Силаева, а в 92-м выпустили книгу «Человек с рублем», в которой поведали о своих первых шагах в бизнесе в эпоху перестройки. Еще до выхода книги Советский Союз перестал существовать, а Михаил и его соратники не остались в стороне от происходящих событий. Они поддержали команду реформаторов во главе с Борисом Ельциным и были среди тех, кто отправился защищать Белый дом. При этом будущий миллиардер говорит, что ему было психологически непросто, ведь он являлся сторонником сохранения Союза. Но тогда вопрос стоял, ты за реформы или против? В 91-м у Михаила и Инны, которая, к слову, тоже работала в Минотепе, родилась дочь Настя. Только после этого официально пара оформила свои отношения. Весной 92-го Ходорковского назначили президентом фонда содействия инвестициям в топливно-энергетический комплекс с правами заместителя министра топлива и энергетики. Как пишут в открытых источниках, фонд не реализовал ни одного проекта, но во время руководства им Михаил Борисович познакомился с Виктором Черномырдиным, который вскоре стал председателем российского правительства. Тогда же издание «Мост» поместило фамилию нашего героя на 12-е место в списке 50 самых богатых русских. После распада СССР Ходорковский с партнерами получили новые возможности для развития. Минотеп стал работать преимущественно с крупными клиентами. И с 92-го года начал активно инвестировать в химическую и пищевую промышленность, производство стройматериалов, металлургию и нефтехимию. В 93-м Ходорковскому довелось поработать финансовым советником премьер-министра России Виктора Черномырдина. А осенью он снова встал на сторону президента в принципиальном противостоянии между Ельциным и парламентом. В 94-м по инициативе Ходорковского в бывшей дворянской усадьбе Кораллово открылся лицеинтернат Подмосковной, попечителями которого стали его родители – Борис Моисеевич и Марина Филипповна. Учебное заведение в первую очередь было предназначено для детей-сирот, жертв военных конфликтов и террористических актов. С сентября 95-го по май 96-го Ходорковский занимал должность председателя Совета директоров ЗАО «Роспром» холдинговой компании Банка Минотеп. Важная часть биографии нашего героя связана с именем первого президента Российской Федерации. В начале 96-го года поражение Бориса Ельцина на предстоящих выборах казалось неминуемым. В феврале группа банкиров, включая и Ходорковского, собравшись в швейцарском Давосе на Всемирном экономическом форуме, решила взять избирательную кампанию в свои руки, мобилизовав имевшиеся у них финансовые, медийные и интеллектуальные ресурсы для спасения руководителя страны и зарождающегося капитализма, поскольку с приходом коммунистов, к которым могла перейти власть, они могли все потерять. В обмен на поддержку Кремль обещал приватизацию нефтяных скважин и металлургических заводов. Подробнее о встрече с президентом Михаил Борисович рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. И мы, значит, под руководством Анатолия Борисовича уже идем к Борису Николаевичу. Вскоре в поддержку Бориса Николаевича была запущена масштабная предвыборная кампания под лозунгом «Голосуй или проиграешь». Голосуйте, вы знаете за кого. До свидания. И в итоге Ельцин одержал победу. После своего успеха банкиры выдали государству займы под залог крупнейших и наиболее лакомых предприятий. В основном в сфере нефтедобычи и горно-рудной промышленности. Минотеп был лишь одним из нескольких банков, участвовавших в сделке. Особого секрета из того, что правительство не сможет вернуть долги и спустя год предприятия перейдут в собственность кредиторов, не делалось. Участие в залоговых аукционах превратило узкий круг богатых людей в так называемых всемогущих олигархов. Критики залоговых аукционов утверждают, что Ельцин даром раздал госсобственность, отблагодарив таким образом за поддержку придворных банкиров. Но надо отметить, что будучи государственной собственностью, эти предприятия были убыточными, с огромными долгами и падающей добычей. А после перехода ЮКОСа под контроль Ходорковского и его партнеров ситуация в нефтедобывающей компании кардинально изменилась в позитивную сторону. За свои 78% акций бизнесмен заплатил по разным данным 309 или 350 миллионов долларов. По истечении времени Михаил Борисович согласился с тем, что приватизация была проведена не лучшим образом, но, по его словам, на тот момент это был необходимый шаг. Также он признавался, что в начале нулевых испытывал угрызение совести из-за нечестной приватизации и даже предлагал принять закон о компенсационных выплатах. Закон не приняли, а вот сделать свою компанию прозрачной и открытой, а также постепенно уйти от методов налоговой оптимизации Ходорковскому со временем удалось. Сосредоточившись на нефтедобывающей промышленности, от банковской отрасли Михаил Борисович отошел. И в октябре 1999-го, после официального объявления о банкротстве, финансовое учреждение прекратило свое существование. При этом процедура банкротства была проведена максимально прозрачным образом. В ходе реструктуризации средство удалось полностью возвратить четырем из пяти очередей кредиторов. При этом погашение долгов перед вкладчиками Минотепа производилось в том числе и за счет ЮКОСа. В 1999-м в семье Ходорковских произошло радостное событие. У Инны и Михаила родились близнецы Илья и Глеб, после чего счастливая мама решила оставить работу и сосредоточиться на воспитании детей. Тем временем Ходорковский и его команда начинают активно использовать свои ресурсы для лоббирования интересов компании, нефтяной отрасли и крупного российского бизнеса в различных органах власти. Так, в ходе выборов 1999-го года в Госдуму внушительную финансовую поддержку получили оппозиционные партии «Яблоко» и КПРФ. Депутатом, в частности, стал один из совладельцев ЮКОСа Владимир Дубов. В феврале 2001-го олигарх вошел в состав Совета по предпринимательству при правительстве России. В следующем году создал благотворительный фонд «Открытая Россия», который Кремль расценил как потенциальную платформу для запуска политической партии. К 2003 году ЮКОС из убыточной компании превратился в лидера мирового энергетического рынка с капитализацией в 40 миллиардов долларов. Состояние самого Ходорковского оценивалось в 15,2 миллиарда, что делало его самым богатым человеком России. А по версии журнала Forbes, на то время он входил в двадцатку богатейших людей мира, но длилось это недолго. В феврале 2003-го на встрече Владимира Путина с олигархами глава ЮКОСа поднял вопрос о коррупции и неэффективном менеджменте в госкомпаниях. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые, в районе 30 миллиардов оценивается долларов. В том же году Ходорковский пытался объединить демократические силы в единый блок, чего не скрывал, давая либеральным партиям деньги собственного кармана. Допустить наличие в стране богатых, влиятельных и оппозиционно настроенных людей зарождающийся путинский режим не мог, и вскоре начались задержания по делу ЮКОСа. В октябре Ходорковского арестовали. Затем прокуратура начала проверку по факту недоплаты ЮКОСом налогов в 2002 году, а в офисе нефтяной компании прошли обыски. Все эти действия были направлены на то, чтобы запугать Ходорковского и вынудить его уехать из страны. Но он остался и даже отправился в турне с публичными лекциями. Меня выпихнуть из страны или посадить? Ну тогда надо сажать, потому что я, конечно, и политмигрантом не буду. 25 октября 3-го года самолет, севший на дозаправку в новосибирском аэропорту, на борту которого находился Ходорковский, штурмом взял спецназ ФСБ. Бизнесмену предъявили обвинение в мошенничестве и неуплате налогов. Не желая подставлять соратников, он ушел в отставку с поста главы ЮКОСа. Но крупнейшую в России нефтяную компанию это не спасло. Ее основные активы в ходе крайне мутной сделки достались Роснефти Игоря Сечина, которого Ходорковский называл главным заказчиком дел против себя. В конце мая 5-го года Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках объединенного дела приговорили к 9-ти годам лишения свободы на каждого. Но впоследствии срок был сокращен до 8 лет. В октябре Ходорковского для отбывания наказания отправили в Краснокаменскую колонию Читинской области. В 2005 году он вошел в список Форбс в последний раз. Его состояние и здание тогда оценило в 2,2 миллиарда долларов. В том же году Ходорковский передал свои трасты бизнес-партнеру Леониду Невзлину. В 2006 году заключенный Александр Кучма напал на Ходорковского и порезал ему лицо сапожным ножом. После выхода из колонии Кучма говорил, что резал не по своей воле, но не уточнил, по чьей просьбе совершил нападение. Я резал Ходорковского не по своей воле. В декабре Ходорковского и Лебедева этапировали в Читу. Там, в СИЗО, им предъявили новые обвинения в хищениях и легализации денежных средств. Позже формулировка обвинения была изменена на хищении путем присвоения почти 350 миллионов тонн нефти и легализацию денежных средств в особо крупном размере. Над тем, как Ходорковский и Лебедев воровали у самих себя, не посмеялся только ленивый. А в защиту арестантов стали выступать не только профессиональные правозащитники, но и видные интеллектуалы. В 2010 году процесс по второму делу Юкоса завершился увеличением срока до 14 лет. Окончательно назначить Ходорковскому Михаилу Борисовичу наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Позже пресс-секретарь Хамовнического суда заявила, что приговор был продиктован сверху. Меж тем, в сентябре 2010-го Путин назвал Ходорковского убийцей и бандитом. Я также, как известный персонаж Владимира Волосовского, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. Данная тема в контексте убийства мэра нефтьюганска Владимира Петухова много лет активно муссировалась провластными СМИ с акцентом на то, что оно произошло в день 35-летия олигарха и якобы было ему подарком ко дню рождения. Несмотря на это, обвинения в причастности к убийству следствием и судом Ходорковскому не предъявлялись. За время своего заключения наш герой четырежды объявлял сухие голодовки и многократно писал заявление на условно-досрочное освобождение, но все они отклонялись. Однако в конце 13-го бизнесмена, написавшего Владимиру Путину письмо с прошением о помиловании, выпустили на свободу указом президента. Главной причиной для этого Ходорковский назвал состояние здоровья матери, которое лечилось в Германии. Сразу после освобождения его прямо в тюремной робе на самолете отправили в Берлин. Позже он рассказал журналистам, что понимал неизбежность отъезда из России и невозможность вернуться на родину, пока не сменится режим. Даже на похороны Марины Филипповны в 14-м году, которые прошли в Московской области, Михаил приехать не смог из-за угрозы нового задержания. Оказавшись на воле, он получил вид на жительство в Швейцарии, а затем в 15-м году вместе с женой и детьми переехал в Лондон. Хотя его состояние значительно уменьшилось после скандала, связанного с арестом и проведенным в тюрьме сроком, он по-прежнему оставался богатым человеком. Меж тем освобожденный бизнесмен не стал сидеть тихо и начал вести политическую деятельность, которую сам называет общественной. В 14-м году он выступил на Майдане незалежности в Киеве и запустил новую версию своего общественного проекта «Открытая Россия». Первостепенной задачей организации стало создание в стране альтернативного информационного поля и возможности участия в дискуссиях жителей различных городов России с оппозиционными политиками и активистами. Позднее все структуры Ходорковского в России были разрушены. В апреле 16-го Михаил Борисович вернулся в рейтинг богатейших россиян по версии «Форбс». Состояние основателя Юкоса издание оценило в 500 миллионов долларов. Основным финансовым источником опального бизнесмена был назван фонд «Квадрум Атлантик». Свой приговор Михаил Ходорковский оспаривал в Европейском суде по правам человека, который в 2020 году признал, что действия власти в отношении акционеров и менеджеров компании не были справедливым судом. ЕСПЧ при этом отказался признавать дело политическим, но и сам бизнесмен не уверен, что стал фигурантом расследований лишь по политическим мотивам, а не из-за желания отнять у него кампанию. В конце февраля 2022 года Михаил Ходорковский в соцсетях сообщил о создании антивоенного комитета. Куда вошли российские оппозиционеры и общественные деятели, находящиеся в эмиграции? Участники комитета призвали мировое сообщество объявить политическое руководство России, отдавшее приказ о вторжении в Украину, военными преступниками и нарушителями международного права. В начале мая, выступая на ежегодной конференции в Беверли-Хиллз, Михаил Ходорковский отметил, что мир не будет безопасным местом, пока Путин остается у власти, ведь здоровый человек не начал бы такую войну. 20 мая текущего года российский Минюст объявил Михаила Ходорковского иностранным агентом за осуществление политической деятельности. О жизни его семьи известно крайне мало. Два сына-близнеца на момент освобождения отца из тюрьмы жили и учились в Швейцарии. Дочь Анастасия держит соцсети закрытыми от посторонних. Известно, что она не ходит на тусовки, не участвует в светских мероприятиях и не замешана в скандалах. Старший сын Михаила Павел живет с семьей в США и является президентом некоммерческого фонда «Институт современной России». По данным Форбс, нынешнее состояние оппозиционного деятеля оценивается в 600 миллионов долларов. Покинув Россию, семья Ходорковских сняла жилье за 9,5 тысяч евро в месяц в престижной коммуне на побережье Тюрихского озера. Однако жена Ходорковского не хотела жить в съемном доме, и вскоре они купили в Швейцарии виллу за 2 миллиона фунтов стерлингов. Сейчас экс-глава Юкоса вместе с семьей живет в Лондоне в элитном жилом комплексе, где стоимость квартир достигает 12 миллионов фунтов. Территория круглосуточно находится под охраной, а посетители без согласия жильца не пропустят. Еще у него есть двухэтажный загородный дом в Великобритании неподалеку от Уотхерста, в Восточном Суссексе. Эта недвижимость дешевле лондонской. Средняя цена дома в этом районе составляет от полутора до трех миллионов фунтов. А в начале нулевых на тот момент самый богатый человек России купил свой первый дом. Недвижимость с огороженной и охраняемой территорией находится в подмосковной Жуковке. Об автомобильных предпочтениях нашего героя трудно что-либо сказать, за исключением его воспоминаний о своей первой иномарке Воль 840, купленной в начале 90-х. Михаил Ходорковский является активным критиком Путина. А еще он верит в открытую и счастливую Россию будущего, которую помогает создать своей общественно-политической деятельностью. А вы хотели бы видеть такую Россию? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного!